МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телеканал «Видное ТВ» начинает свою работу в прямом эфире. Сегодня у нас небольшие изменения. Если мы анонсировали появление только одного гостя в нашей студии, то их сегодня будет два, по крайней мере, с начала эфира. Я хочу представить вам гостей. Это Владимир Федорович Иванов, генеральный директор МУП, управляющий компанией ЖКХ, и Андрей Борисович Носарев, главный инженер Подольского треста газового хозяйства. Почему мы пригласили именно этих людей? Да, все очень просто. Сейчас очень остро стоит вопрос по всей нашей стране. обеспечении безопасности при использовании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Очень много неприятностей уже случилось, и чтобы они не продолжались, мы эту тему должны поднимать и обсуждать. Для начала я предлагаю посмотреть сюжет, который мы подготовили, а дальше тему продолжим. Газовая плита подобна проводному телефону. Некоторые уже и забыли, что такое готовить на огне. Но только не те, кто живет в старом фонде, где до сих пор сохранилось газовое оборудование. Жить с ним не так просто. Оно требует постоянной профилактики и знания мер безопасности. Чтобы не травил газ, где ручка, там нельзя, чтобы травило. И где кран перекрывать. Но у нас газовое это, приходят люди с газовой конторой каждые полгода. Я очень доволен. У кого оборудование старое, то надо в три месяца раз проверять. Все время смотрим, проверяем, моем плиту, чтобы не грязная была. Все, порядок полностью. Перекрываю, когда ухожу на работу, да и все. Проверять почаще на запах газа. Это первое. Всегда форточку держать на кухне открытой. Подносить в начале огонь. Если это другое что-то, не спичка, то зажигалка, искра, потом только газ. Но даже если жильцы точно знают, как следить за газовым оборудованием, помимо правил безопасности, его регулярно необходимо проверять специалистам. Для этого просто нужно заключить со своей управляющей компанией такой договор. К сожалению, не все видновчане пользуются этой услугой. Такая безалаберность. Думаем, что все-таки мы сможем сами регулировать. В прошлом году предложили, по-моему, 60 тысяч. Я что-то подумала, думаю, да зачем мне это надо. А сейчас уже думаю, наверное, надо таки заключить. Последствия от использования неисправного газового оборудования страшны. И чтобы избежать трагедий, стоит серьезнее к нему относиться и доверять профилактику профессионалам. Юлия Погосян, Константин Брылов, Елена Кошлева. Видное ТВ. Как и во всем, нас спасет профилактика. Поэтому я начну, Андрей Борисович, с вас. Скажите, пожалуйста, какие могут быть профилактические меры? Здравствуйте. Государственное унитарное предприятие Московской области. МОСОБОЛГАС. Имеет многолетний опыт работы в области технического обслуживания внутренних газопроводов. Наши предприятия обладают всеми необходимыми для выполнения работ по техническому обслуживанию ресурсами. Работники МОСОБОЛГАСа имеют немалый опыт и профессиональные навыки. Мы располагаем такой материальной технической базой, которая позволяет выполнять техническое обслуживание в любом населенном пункте Московской области. Согласно постановлению Российской Федерации от 14 мая 2013 года о мерах по обеспечению безопасности при использовании содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования утверждается правило пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании внутриквартирного и внутридомового оборудования. Настоящие правила устанавливают порядок пользования газом в части обеспечения. Что делает государство-анитарное предприятие «Мособлгаз»? На основании данного постановления «Подольск-Мешайгаз» выполняется следующая работа в соответствии с пунктом 6 работы по техническому обслуживанию, ремонту внутридомового газооборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение, в том числе и устранение утечек газа, локализация аварий. Эти работы выполняются круглосуточно. Аварийно-диспетчерской бригады. Незамедлительно по поступлению информации об аварии. Давайте вернемся к договорам, про которые говорили наши жители. В пункте 7 данного постановления написано о том, что собственникам жилья необходимо заключать договора о техническом обслуживании. Скажите, пожалуйста, сейчас какой процент людей, которые эти договоры заключили, есть такая статистика? И каким образом вы можете влиять на собственников жилья, чтобы эти договоры заключались? Может быть, к этому ответу еще присоединится Владимир Петрович? Такая статистика есть. На территории Ленинского муниципального района Московской области расположено порядка 487 газифицированных квартирных жилых домов, более 13 тысяч частных домовладений. В настоящее время, к сожалению, в Ленинском районе, в муниципальном районе, 7 многоквартирных домов без договоров на техническое обслуживание не только внутриквартирного газового оборудования, а и внутридомового газового оборудования. Это улица Советская, дом 13, Советская, 13А, видная Ольгинская, 49Б, Гаевского, 5, Горки-Ленинский, 9, 95 и проспект Ленинского комсомола, дом 1. Порядка 14,5 тысяч квартир без договора на внутриквартирное газовое оборудование. Почему? У нашей управляющей компании находится в управлении 576 домов. Мы не единственные в Ленинском районе, но, наверное, самая большая управляющая компания. У нас заключен договор со специализированной организацией «Промгазэнергосервис» на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. И вот по информации данной компании, у нас 25% всего жителей заключили договора, о которых сейчас идет речь. Внутриквартирное газовое оборудование – это, как я слышал, самый плохой и самый тревожный показатель в Московской области. Мы этим очень озабочены, я думаю, и этот эфир очень своевременный. Суммы здесь вот были в эфире названы. Жители знают, что действительно копеечные расценки, то есть 60 рублей в платежке, я думаю, за безопасность это не так много. 60 рублей в месяц и 760 рублей в год за один прибор, за плиту. Если имеется в наличии еще водонагреватель газовый, то эта сумма чуть больше. Изначально в платежке это уже стоит, стоимость услуги? Или человек сначала должен заключить договор, а потом этот тариф появляется? Ну, существует такой порядок, как официальная оферта, то есть можно, и мы в декабрьском платежном документе, который поступает в каждую квартиру, будет размещен документ под названием официальная оферта, то есть договор, и в платежном документе всем владельцам газовых плит, у которых сегодня заключены такие договоры, будет включен платеж вот на эту сумму, о которой я сказал. Достаточно произвести платеж привычным для вас способом, и договор будет считаться заключенным. То есть не надо никуда идти, ставить письменно, ставить подпись, оформлять, печати и так далее. Все это делается по закону вот таким образом. Какова ответственность тех людей, которые не будут платить по этому тарифу? Ну, я скажу, что у нас уже есть, я назову это как печальный опыт отключения двух жилых домов по Гаевского 6 и 8 из-за плохого состояния, аварийного состояния. Так, давайте тогда отдельно я прочитаю этот вопрос. Обращаются жители улицы Гаевского 6 и 8. Третью неделю в наших квартирах нет газа, и когда появится, неизвестно. Так когда у нас начнутся ремонтные работы, появится газ и горячая вода? То есть вопрос, думаю, звучал изначально, если люди не платят, им отключают газ. А здесь что случилось? Нет, здесь немножко другая ситуация. Здесь изношенные в аварийном состоянии находятся внутридымовые газовые сети. И по заключению специализированной организации, эксплуатация этих сетей дальше становилась просто опасной. Было принято решение об отключении газа. Нами уже разработана дорожная карта, подготовлен проект, оплачен проект. Подготовлена проектно-сметная документация. В ближайшее время приступят к работе. Кто выполняет эти работы? Работы по... Общестроительная работа будет осуществлять подрядчик, которого мы сейчас определяем. А подольские газовики будут осуществлять монтаж этих сетей. Тогда вот конкретно спрашивают люди, и они боятся, что до нового года не включат. Что мы можем ответить? До 20 декабря все будет подключено. Но возвращаясь к предыдущему вопросу, я хотел сказать следующее, что газовики, выполнив монтаж новых сетей, не подключат газу те квартиры, у которых не будет заключен вот этот самый индивидуальный договор на внутриквартирное газовое оборудование. А если они будут платить, выключим газ, да? Как в известном кинофильме. Это правильная позиция? Потому что действительно на кону жизни людей. Вы согласны со мной? Да, я согласен. Действительно, данная необходимость была продиктована безопасностью проживающих. Что могу добавить, подольский треск газового хозяйства очень тесно сотрудничает с администрацией города Видное. Сроки действительно сжаты. Мы понимаем, что такое остаться без горячей воды и отопления. Поэтому, как только будет заключен договор, мы немедленно готовы приступить к строительным монтажным работам и оформлению и исполнению технической документации. Скажите, пожалуйста, еще какие-то изношенные газопроводы, которые могут привести к отключению в других домах старого жилого фонда Видном, есть или не такая страшная ситуация в остальном? Ситуация достаточно серьезная, потому что нам промгазэнергосервис представил следующую информацию, что в 298 жилых домах газопроводы имеют истекший срок службы 45 лет. И по 67 домам требуются первоочередные работы, похожие по Гаевскому 6 и 8. Мы понимаем, что одномоментно выполнить такие работы капитального характера никому не под силу. Поэтому еще раз обращаемся к жителям, чтобы минимизировать опасность каких-то аварий, чрезвычайных происшествий путем заключения вот этих индивидуальных договоров на обслуживание внутридомового газового оборудования. Андрей Борисович, мы сейчас вас отпускаем. Мы в заключении обращение к жителям Ленинского района. Что хочется сказать? Действительно, заключение договора на обслуживание внутриквартирного газового оборудования продиктовано временем. Я обращаюсь к жителям всего Ленинского района, города Видное, и призываю необходимости заключения договоров за безопасность эксплуатации газовых приборов, а не пользуясь о немедленном появлении запаха газа, обращение в газовую службу. И еще раз хочу обратить внимание на бдительность, на заключение договоров. Потому что когда заключен договор, когда приходит специалист, он не только обращает внимание на то, на что, как говорится, замылен глаз, он обращает на те мелочи, которые не специалисту не видны, проверяет наличие тяги в вентиляционных каналах, в дымоходах и так далее. Он проверяет горение газогорелочных устройств, он по минимуму выполняет необходимый комплекс, те, что продиктованы правил безопасного пользования газовому быту. Большое спасибо. Я напоминаю нашим телезрителям, что у нас сегодня в гостях был Носарев Андрей Борисович, главный инженер Подольского Треста газового хозяйства. Мы продолжим после рекламы. Не переключайтесь. Не знаете, чего хотите? Вполне понятно. Таких миллионы, даже миллиарды. И все не знают, чего хотят. У одних есть практически все, и они уже не знают, чего хотят. У других нет ничего, но они тоже не знают, чего хотят. Не могут понять, что им нужнее. Их глаза разбегаются по разным вариантам. Но весь секрет в том, что люди не знают, чего хотят до тех пор, пока им это не предложат. Реклама на телеканале Видное ТВ В урну попасть не может. В мусор брошенное имя. Все когда-нибудь становится мусором. Мы продолжаем наш прямой эфир. Напоминаю, в гостях у нас Владимир Федорович Иванов, генеральный директор МУП, управляющий компанией ЖКХ. Я знаю, что вы пришли на эту должность только в конце августа. Скорее всего, уже успели познакомиться с подведомственным хозяйством. Скажите, каков жилой фонд? Можете ли дать ему общую характеристику? Возраст, потребность в ремонте, возможности управляющей компании? Да, я как уже сказал, у нас в управлении находится 576 домов. Дома новостройки, которые мы все с вами видим, они находятся в управлении других управляющих компаний. Но будем говорить про нас. Наш жилой фонд достаточно старый. Приведу несколько буквальных цифр. 84% жилого фонда старше 30 лет и 55% домов старше 50 лет. Большинство из них без капитального ремонта, что говорит само о себе. И еще одна цифра – это порядка 80% – это малоэтажный жилой фонд, 5 и менее этажей. Чтобы его обслуживать, необходимо достаточно средств. Управляющая компания осуществляет содержание текущей ремонта исключительно за счет средств жителей, которые платят по установленным ставкам и тарифам. К сожалению, тоже обнаружил для себя неприятную весть, что население Ленинского района задолжала управляющая компания около 340 миллионов рублей. Из них на текущий ремонт 116 миллионов рублей. И за коммунальные услуги 224 миллиона. Сумасшедшие цифры, они потрясают. И при планировании работы, конечно, приходится это учитывать, при планировании объемов работы. Тогда давайте немножко о планировании, потому что без текущего ремонта нельзя для того, чтобы содержать многоквартирный фонд, надо его периодически обновлять. Скажите, что по текущему ремонту сделано в 2016-м, и какие у вас, соответственно, планы на 2017-й? Ну, когда я пришел, то получилось так, что план текущего ремонта был выполнен где-то к 1 сентября процентов на 30, не больше. Были объективные, субъективные причины, не буду сейчас их трогать. Были сконцентрированы средства. Деплюс еще летом прошел сильный дождь, которого, как говорят синоптики, не было за всю историю наблюдения. За погодой это дало нам лишние заботы. 215 домов дали протечки через кровлю, межпанельные швы. Пришлось переориентироваться, отложить планы текущего ремонта. Скорректировать. Скорректировать, да. И выполнять работы по локальным мероприятиям, по конкретным квартирам, по конкретным участкам. Поэтому план, ну и плюс, учитывая задолженность, о которой я сказал, то план 2016 года получился скомканный. И есть большая надежда, и сейчас мы над этим работаем, по плану 2017 года. Скажу, что правительство Московской области в настоящее время сформировало программу ремонта подъездов, достаточно такую большую. На период с 2017 по 2021 год нам уже спустили цифры, мы над ними работаем. Уже подготовлен план текущего ремонта подъездов на 2017 год. Он проходит сейчас согласование в Ассоциации Советов Домов. После этого он пройдет согласование в жилищной инспекции и пройдет соответствующее рассмотрение в правительстве Московской области. После этого будут определены источники финансирования. Сегодня планируется, что это будет три источника. Бюджет Московской области, местных поселений и жителей. Мы будем выходить на общее собрание жителей, обсуждать, что необходимо будет делать в том и ином подъезде. Объяснять, информировать. Да. Я думаю, что и речь идет, уже слышал, что будут стандартизированы подходы к ремонту подъездов и стоимость, и перечень работ, чтобы не было обиженных. Да, потому что, например, есть вопрос, который нам задали в социальной сети. Здравствуйте, Владимир Федорович. В нашем доме по улице Советская, дом 30, проводится текущий ремонт подъезда. Я неоднократно обращался к вам и главному инженеру, но пока нет ответа на мои вопросы. Вопросов очень много. Почему есть необходимость проводить ремонт в холодное время года? Дальше. Составлялась ли дефектная ведомость кем и когда? Какие должны работы проводиться по смете? Ремонт ведется на деньги жильцов, а не управляющие компании? Как контролирует качество проводимых работ? И многие другие. Давайте сначала на те, которые я уже успела озвучить. Спасибо, что вы вопрос мне задали заранее, поэтому буду немножко поконкретнее отвечать. Мы общались с заявителем. Сейчас я могу пояснить для остальных, что у нас имеется решение общее собрание аж от 20 октября 2015 года. Его в свое время решение о ремонте подъезда откладывали. Мы под конец года решили его выполнить, потому что подъезд находится в не очень хорошем состоянии. На это выделили 339 тысяч рублей. В решение общего собрания перечислены те моменты, которые жители хотят, чтобы отремонтировали. Насколько я знаю, им предъявлялась смета с перечнем работ и стоимостью. Но тоже хочу оговориться, что по информации нашей бухгалтерии, жители данных домов имеют задолженность 437 тысяч рублей. Вот для сравнения, чтобы вы понимали, мы запланировали 339 рублей на ремонт подъездов этого дома, а тем не менее жители имеют задолженность перед нами в 437 рублей. Вот стоит делать ремонты в домах, где имеется задолженность жителей. Вопрос спорный. Я думаю, что... Но там же есть и ответственные... Ответственных нет. Есть, которые иногда звонят, чтобы собраться, выбрать старших по подъездам, совет дома, призвать к ответственности должников, оказать нам содействие. Мы, конечно, будем проводить претензионную работу, и проводим ее. И в ближайшее время будем проводить ограничения предоставления услуг, особенно по канализации. Об этом мы позже, наверное, поговорим, или в следующий раз. Поэтому мы выполняем работы. Будут поменены почтовые ящики, светильники. По весне, к сожалению, сейчас мы не можем. Я когда пришел, мы увидели, что беда общая, это требуется замена деревянных окон, рассохшиеся, на пластиковые окна. Мы сейчас проводим большую торговую закупочную процедуру на 11 миллионов рублей. Поэтому за один раз оплатить не сможем. И по весне в большом количестве домов, в том числе и в 30-м доме, будут поменены окна деревянные на пластик. Еще один вопрос по текущему ремонту задает его Роман Федоров, улица Лемешко, дом 18. Когда планируется реконструкция общедомовых стояков электропроводки, замена алюминиевой проводки на медную, и реконструкция системы заземления на безопасную и современную. И маркировка этой системы называется ТМС. Ну, писал специалист. Ну, насколько я помню, дом 93-го года, относительно молодой. Помните, я характеристику какую приводил, да? Значит, относительно молодой, да, с алюминиевой проводкой. Но наше предприятие имеет свою лабораторию. Мы проводим, как предписано, нормативами один раз в три года электроизмерительной работы, целый комплекс. Если бы что-то в этом доме не соответствовало правилам и нормам, мы бы тогда били тревогу и выполняли какие-то серьезные работы. Пока замечаний к электрооборудованию по дому этому нет. Владимир Федорович, много вопросов, и они поступили многие заранее. Я буду зачитывать и прям ждать ответа. Планируется ли увеличить частоту влажных уборок в подъездах на период ОЗП? Кстати, вы можете расшифровать эту аббревиатуру? Имеется в виду зимний период. Установлен норматив проведения уборки в подъездах. Жители об этом знают. Я видел, что на всех стендах развешана информация. Ну, так на всякий случай повторю, что ежедневно делается влажная уборка первого-второго этажей. Раз в неделю делаются влажные подметания выше второго этажа. Раз, два раза в месяц делается мытье лестничных клеток и лестниц. И ежедневно в лифтовой кабине должен мыться пол. Но, учитывая, что это все делают уборщики, у которых зарплата, можно я подсмотрю, 7 692 рубля аж. Ну, плюс мы предусмотрели 35% премию. Итого 10 385 рублей. Сами понимаете, что их сподвигнуть на какую-то дополнительную работу за эти деньги достаточно сложно. Как быть? Не сорить. Есть такая хорошая, совет. Я понимаю, что зимой мы тащим с улицы грязь. В дома, особенно первый этаж, входная группа и первый этаж страдают. Но постараемся. Следующий вопрос поступил изначально. Вопрос звучит как от Совета депутатов. В настоящее время управляющие компании не производят уборку дворов по обслуживаемых домов дальше тротуаров. Вся механизированная техника передана во вновь созданное управление. Численность дворников по сравнению с 2014 годом сокращена вдвое. Однако тариф на содержание и ремонт в 2014 году был утвержден и до сих пор взымаются жители с учетом того количества дворников и механизированной техники с уборкой подъездов домов. Уменьшив количество дворников, управляющая компания увеличила зону обслуживания на каждую единицу. Тем самым фиктивно показала рост заработной планты, при этом качество услуг снизилось. И вот, наконец-то, вопрос. Будет ли жителям произведен перерасчет за неуборку придомовых территорий в объеме, который был заложен в тариф? И ремарка «Перерасчет необходимо провести с ноября 2016 года». Ну, я думаю, что это писал не депутат, потому что депутаты владеют подлинной информацией о состоянии дел. По сравнению с 2014 годом количество дворников не уменьшилось, а увеличилось. В 2014 году было 109 дворников, стало 114, но не это самое главное. На сегодняшний момент, то есть на 1 декабря никакая техника никому не передавалась. Да, создано в Ленинском районе специализированное предприятие по благоустройству. Ей переданы функции, которые раньше были у нашей управляющей компании. Переданы не только функции, но и территории. В настоящее время никаких иных нарезок территории, кто что должен убирать, не существует. Имеется утвержденный главой администрации района порядок санитарного содержания территории, где расписано, кто за какую территорию отвечает. И данной информации ничего под собой не имеет. Тим, ЖКХ всегда очень горячий. Вопросы тоже звучат иногда очень резко. Не самые сейчас резкие, но зачитаю. Когда у нас в городе будет чистить дороги от снега, так как это делают у администрации. Повторяю, что управляющая компания отвечает за общедомовое имущество. Общедомовое имущество – это коробка дома с над всей начинкой, имеется в виду инженерные сети, конструкция, санитарное содержание, место общего пользования. И придомовая территория, о которой я сказал. Это обозначенный метраж 25 метров от стены дома убирает управляющая компания. Они в идеальном все порядке? Или тоже бывают? Ну, вот эти наши дожди... Ваши 25 метров. Зимние дожди, они, конечно, подводят. Я повторяю, что действительно сейчас происходит переделка территории, передача территории от одного муниципального предприятия другому предприятию. Но мы стараемся не подводить друг друга. Где-то плечо подставляем, где-то технику предоставляем. Если границы 25 метров провести, вы не будете смахивать мусор или снег на другую сторону. Но дороги не входят в компьютерную. Уборка, ремонт дорог, уличное освещение не входит в полномочия, в зону ответственности управляющей компанией. Да, я не все вопросы буду задавать. Про снег, укладку снега на асфальт, это совершенно не к вам. А вот здесь вы можете помочь. На ПЛК-60 уже какой день не вывозит мусор? Куда обращаться, спрашивает нас Ирина. Куда обращаться? Вопрос мне был предоставлен заранее, честно скажу. Съездили, посмотрели. Чистейшая площадка. Если не так, пускай подтверждят. Я видел ее лично сюда, когда ехал-заехал. Так что порядок навезен. У нас заключен договор со специализированной организацией, которая вывозит мусор. Мы контролируем и наказываем ее за срыв графика вывоза мусора. В данном случае произошел срыв графика мусора, то есть он вывезен, но с нарушением времени вывоза мусора. Поэтому здесь будут применены штрафные инвестанты. Я хотела бы объяснить нашим телезрителям. Да, действительно, те вопросы, которые поступали до прямого эфира, которые вы оставляли в комментариях, мы отдали Владимиру Федоровичу для того, чтобы он смог лучше подготовиться и конкретнее ответить на них. Конечно, правильно. Я не знаю, какие из них были. Вот, например, Татьяна Петровна Горки-Ленинские спрашивает, обращается. На протяжении последних лет, трех лет с началом отопительного сезона, в нашей квартире гудят батареи и стояк, гул как в самолете. Мы неоднократно обращались в местный отдел ЖКХ, делали замеры. Но всякий раз нам давали заключение, что все в норме. Однако жить в таких условиях мы устали. Не слышал про это. К сожалению, этот вопрос мне до эфира не давали. Здесь есть номер телефона. Пожалуйста, мне передадите, мы примем меры. Это не такой сложный вопрос. Не знаю, почему он не решался. Надежда Кулясова обращается от жителей дома по улице Советская, дом 34. Вопрос. Сегодня в нашем доме пандус для колясок не подходит по размеру под современные детские коляски. Можно его изменить или поменять, так как в новых домах. А это одна широкая полоска, а другая узкая. Что нужно сделать и как долго это займет времени? Что бы мы в доме не планировали сделать, если это связано с тратой средств, а тем более вне плановых, то необходимо решение общего собрания. Собственников без этого мы не имеем права приступать к работам. И первое, что надо сделать, особенно по пандусам, это получить согласие всех остальных собственников. Как это делается? Конечно, это легче сделать, если есть в доме совет общественности, который быстро организует заочное голосование по этому вопросу. И если этот вопрос не носит капитальный характер, мы выполним это в рамках собираемых с населения этого дома средств. Отвлекусь немножко от вопросов телезрителей и спрошу, во многих ли домах есть эти общественные советы? И насколько они полезны, чтобы люди понимали? К сожалению, очень не во многих. Вот вы на нашем сайте нашего предприятия, когда я пришел, я тоже зашел на этот сайт, посмотрел. Там имеется информация о проводимых ранее собраниях по выбору старших. Но, к сожалению, когда начали выяснять, оказалось, что либо липа, либо это было давно, и люди забыли, что их избрали. Сейчас мы это будем проводить по новой, совместно с ассоциацией, существующей в Ленинском районе. Мы поддержим отношения. Составили громаднейшую программу. Я, пользуясь случаем, прошу жителей откликнуться и активно поучаствовать не только в выборах, но и по предложению себя на роль старших по домам, подъездам. Чтобы не просто писать или звонить в прямой эфир, а ежедневно решать злободневные для дома вопросы. Тем не менее, вы можете писать к нам и звонить в прямой эфир. Телефон вы видите перед собой, а я продолжаю вопросы. Вот Любовь Алексеевна говорит нам на темах, с которой мы начинали прямой эфир. Почему меня обязывают заключать договор именно с этой компанией, о которой шла речь в начале эфира? Я, например, очень хочу заключить договор с МОЗ «Облгазом». Они оперативно работают. Что мы ответим Любовью Алексеевне? Мы этот вопрос поработаем. Просто у управляющей компании заключен договор с конкретной организацией. Договор у нас заключается в результате торгово-закупочных процедур, а не просто так, кого мы захотели. Кто выиграл конкурс, с тем заключает управляющая компания договор. Вот «Промгазэнергосервис» выиграла этот договор, выиграла этот лот, и мы с ними заключаем договор. Я думаю, что есть право, но вряд ли в отдельную квартиру поедет из другой организации, из другого города представитель. Если есть телефон, мы проработаем, ответим за это. Следующий вопрос. «Советская, 6. Там очень давно не было ремонта. Дому 51 год. В подъездах плохие окна. Когда нам поставят их и вообще сделают хотя бы косметический ремонт? Все сыпется и обваливается». Александра Васильевна к вам с этой просьбой обращается. Мы сейчас будем ходить по кругу. Общий ответ для всех, кто нас смотрит, такой, что мы в ближайшее время по тому регламенту, который разработан правительством Московской области, проводим подготовку планов ремонта подъездов. Они четко нормированы. Мы в следующем году выполняем ремонт в 530 подъездах. В 2018 году такая же цифра, 530 подъездов. Это 25% от общего количества. И дальше нам запланировано на следующие три года, то есть 19, 20 и 21, по 14% подъездов. Будет это все вывешиваться на сайте. Да, я хотел спросить, а где люди могут ознакомиться? У нас есть хороший сайт нашего предприятия. Его все знают. Да, ну и поисковик в помощь, в принципе. Конечно, конечно. И, кстати, вот по срокам выполнения работ. По этой дорожной карте Московской области предусмотрен начало работ с 1 апреля. То есть к этому времени будет решен вопрос по финансированию. Мы приступим с 1 апреля и окончание работ до 1 декабря. То есть все должны понимать, что работы в подъездах будут выполняться, в том числе и в холодное время суток. И возвращаясь вот к 30 дому, когда житель сказал, чем вы будете красить, мы им показали, сделали закраску части стены. Мы используем фасадную водоэмульсионную краску, которая хорошо ложится даже на масляную краску. Колер мы согласуем с жителями, поэтому здесь не должно быть проблем. Главное, чтобы жители заплатили те средства, которые им положено платить за текущий ремонт. По 30 дому Алексееву говорили про сметы, а он утверждает, что никаких смет МУП УК ЖКХ не предоставляет, обвиняет вас во лжи и хочет жаловаться дальше. Жалко, что я не захватил сметы. Я бы показал их в прямом эфире. Нам надо встретиться. Я ему покажу сметы, покажу решение общего собрания. Если он не участвовал в этом собрании, я не виноват. Но сметы существует. Сумму я назвал не из потолка, а именно из этой суммы. Именно на эту сумму закуплены материалы. Можно было бы выполнить и больший ремонт в данном доме. Но, повторяю, жители подкачали с платежами. Большая задолженность. Так, улица Школьная, 55А. В том году мы очень хотели, чтобы в нашем доме появился консьерж. Писали письма, молили ЖКХ, но, к сожалению, нашу просьбу так и не одобрили. В доме бардак и нам хотелось бы порядка. Мы готовы даже платить за это. Дайте нам консьержу, помогите решить этот вопрос. Вера Викторовна обращается. Я до этого работал 12 лет в Москве, главой управы, руководителем муниципалитета, два года. И то, о чем сейчас говорит житель, лет 10 назад мы проходили и успешно прошли. То есть мы действительно начали с выбора старших по домам и подъездам, а потом уже была целая эпопея по оборудованию мест для консьержей, по стимулированию жителей, стимулированию консьержей. Не везде, конечно, не в любом доме можно приспособить место для консьержей. Это надо смотреть. Я готов поучаствовать обеими руками, потому что, если бы вы знали, сколько у нас средств, и у вас отнимают вандалы, которые разрисовывают стены, ломают все и вся. И лифты, и почтовые ящики, и двери, и стекла, и лампы, и светильники. Уходят громадные деньги. И консьерж, и хорошее запирающее устройство помогут нам. Камера видеонаблюдения. Камера видеонаблюдения – это следующий этап. До этого мы пока здесь не дошли, потому что это надо общий подход, городской, оборудование мест для операторов, затраты именно городские. Вы согласны, что это тоже поможет? Конечно, конечно. Следующий вопрос. На ПЛК-3 не так давно проводили электропроводку, пробили дыры в подъездах, ничего не заделали. Также у нас полетели подъездные счетчики. Замену счетчиков до сих пор никто не произвел. Когда вы исправите эту проблему, Нина Алексеевна? Запишу, не могу ответить. Достаточно конкретный вопрос. Виноват, исправлюсь. И как бы не было печально, но очень много вопросов по поводу дворников, которые не убирают дворовые территории. Люди говорят, что деньги-то платят исправно. Вот это обращение из развилки, дом 31. В развилке мы проводим постоянные проверки. Есть группа жителей, они всем нам известны. Я уверен, что подписи нету в этом. Сергей Владимирович обращается. Сергей Владимирович? Да. Не знаю, Сергей Владимирович нам ни разу не обращался. Пускай позвонит мне завтра по телефону, я с ним переговорю. Он назовет адрес, я туда подъеду, и мы посмотрим, что имеется в виду. Владимир Федорович, я бы хотела попросить вас смотреть еще и новости телеканала «Видное ТВ». Буквально в вчерашнем выпуске новостей мы показывали развилку, дом 28, где были точно такие же жалобы. К сожалению, мы вас не поставили в известность, мы были там с Госадмотехнадзором. Но проблемы действительно существуют. Да, уборка. С уборкой. Проблем действительно существует, и, как видите, на ней единична, на развилке. При скорби могу сообщить, вопросы остались, а времени в эфире не осталось. Я благодарю за то, что вы нашли время, немножечко наш эфир был не таким, как мы планировали, но это не страшно. И закончился плохо. Не смог ответить на вопрос. Даю вам 30 секунд на то, чтобы положительно закончить этот эфир. У меня очень хороший настрой на работу. Мы сейчас сколачиваем нормальный коллектив. В главе администрации доложены наши планы, он нас поддержал. В новом году нас ждет много перемен. Я надеюсь на помощь общественности. Без вас мы не справимся. Ну, я могу только обещать помощь и информирование телеканала «Видное ТВ». Я думаю, что мы сработаемся и продуктивно будем рассказывать нашим жителям, что и как будет в нашем Ленинском районе дальше развиваться. Спасибо. На этом мы прощаемся. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин